Признаки женщины-нищебродки. Ее верили, ее воспитывали, ей подавали хороший пример. Она выросла в достатке, благополучии, любви. Спор — это война. Спор — это когда я с тобой не согласен, и я тебе доказываю что-то. А кто это в твоей жизни создал? А кто в этом виноват? 90% мужчин в стране нищебродов. Так все живут в бедности, что всем быть богатыми. В дорогом ресторане поесть — это развод? Можно дома приготовить дешево. Прическу сделать в салоне, кажется, это развод. Можно самой причесаться. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов. Я психолог, эксперт в отношениях, основатель образовательной компании «Фаза роста». И недавно было видео про то, кто же такие нищеброды мужчины, признаки нищебродов. И пришло время, и вы сами просили там в комментариях, какие же признаки. А если женщины нищебродки, какие их признаки, и что же влияет на то, что в жизни женщины много, так сказать, нищебродов. Если ты хочешь избавиться от нищебродства, от нищебродов, если ты хочешь раскрыть себе собственный потенциал, проработать свою самооценку, разобраться в психологии отношений, разобраться, как перезагружать непонятные отношения с мужчинами, как привлекать достойных мужчин в свою жизнь, как создавать по-настоящему счастливые отношения, тогда прямо сейчас кликай по ссылке под этим видео и успей записаться на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». До встречи! Давайте вообще разберемся с термином «Кто такая женщина нищебродка?» И, конечно же, это не вы. Конечно же, это не те девушки, которые смотрят мой канал, смотрят мои видео. Это не про вас. И если случайным образом вы услышите что-то, что похоже на вас, это просто совпадение. Вы умнички, принцессы и самые лучшие. А мы сейчас будем говорить не про вас, а про кого-то. Но я уверен, что точно у вас среди подружек, знакомых, может быть, давних знакомых, есть такие девушки и женщины. Если очень просто, кто такая женщина нищебродка? Это та женщина, которая в отношениях с нищебродом, я считаю, что это такая же девушка нищебродка. Это та девушка, которая окружена нищебродами или строит какие-то взаимоотношения сексуальные или серьезные взаимоотношения с нищебродами. Это женщина нищебродка. Это неплохо, это не оскорбление, это просто факт. Потому что давайте я логично докажу, почему это так. Смотри, если я ем сладкое, я кто? Сладкоежка. Если я курию сигареты, я кто? Ну, я курильщик, правильно? Если я занимаюсь спортом, меня можно называть спортсменом? Да, я спортсмен. Если женщина тусуется с нищебродами, живет с нищебродом, она может не хотеть с ним жить, но как-то так вышло, что она живет, значит, на сегодняшний день это факты. И это не оскорбление, да? Это факт, который есть. Задача этого видео – объяснить, почему так происходит и какие признаки, характерные черты женщин в поведении притягивают в вашу жизнь нищебродов? Или же, что вас заставляет, не вас, а этих девушек, что их заставляет продолжать строить отношения с такими мужчинами? Погнали! Итак, первый признак, я считаю, что это критика. Я считаю, что критика – это нищебродство. Критика – это разрушение. Я убежден, что критиковать детей – это разрушение детской самооценки. Это разрушение детской уверенности в себе, в самодостаточности. Также и люди, которые… Девушки, которые критикуют мужчин, критикуют мужей, прям критикуют. Или мужчины, которые критикуют женщин, оскорбляют женщин. Это все про нищебродство. И кто-то может спросить, а что мне молчать, Ярослав? А что мне терпеть? А что уже ничего, слово нельзя сказать этим мужчинам? Нет, просто нужно задуматься, зачем ты критикуешь, с какой целью. Наверное, ты критикуешь, чтобы что-то там стало хорошо. Наверное, по-другому, кроме критики, у тебя нет инструментов, как по-другому исправлять там мужчину. Я убежден, что те люди, которые критикуют, это те люди, которые выросли в критике. Потому что давайте представим девушку, которая выросла в любви. Ее мама, папа любили. Мама, папа любили друг друга. Все было хорошо. Она… Ей говорили хорошие слова, в нее верили, ее воспитывали. Ей подавали хороший пример. Она выросла в достатке, благополучии, любви, в тепле. Разве будет у нее желание критиковать кого-то? Нет, иногда это может проскакивать, но когда это регулярно, когда это постоянно, это уже нищебродство. Если у тебя так много мужчин в твоей жизни, которых есть смысл критиковать, может быть, тебе нужно сменить окружение и окружать себя мужчинами, которых не нужно критиковать, которые уже классные, а не которые какие-то недостойные, какие-то не очень, которых нужно постоянно исправлять критикой. И да, с нищебродами иногда с ними, ну, работает критика недолгосрочно. Я считаю, что в нормальных отношениях критике не место. Да, может быть, конструктивно, это не значит, что нужно терпеть, это значит, что нужно уметь правильно общаться с человеком, чтобы его не обидеть, не задевая его самооценку, делиться собственными чувствами и направлять его на изменения. Критика – это разрушение. Следующий пункт – это спорить. Спорить с мужчиной – это нищебродство. Если ты споришь с мужчинами, любишь спорить, скорее всего, возле такой женщины нищеброды. И опять вы можете, зритель, сказать, Расса, так что мне рот закрыть? Что мне нельзя выражать мнение? Нет, смотри, выражать мнение и спорить – это разное. Делиться мнением и спорить – это разное. Выражать точку зрения и спорить с кем-то – это разное. Спор – это война. Спор – это когда я с тобой не согласен и я тебе доказываю что-то. Иметь свое мнение – это когда у меня есть свое мнение, у тебя есть свое мнение, оно как бы не сталкивается с друг другом. У меня есть, например, мнение, что мясо – это нормально есть, а ты говоришь, нет, я думаю, что мясо не очень, я ем фрукты. Я говорю, окей, умничка. И ты говоришь, да, Расса, ты тоже класс. Все. Это не спор. Но когда я говорю, нет, нужно есть мясо, мне нужно есть мясо, ты не ешь мясо, а ты говоришь, нет, фрукты. Вот это спор. Поэтому спор, желание спорить, желание бороться – это тоже, наверное, другое, да. Но желание спорить – это тоже про нищебродство. Это один из признаков женщины-нищебродки. И, конечно же, это не про вас, я напомню. Если вы вдруг узнали себя в каких-то признаках, это случайное совпадение. Следующий пункт – это отношение к деньгам. Отношение к деньгам, и я бы здесь это выразил так даже, ограниченность по поводу денег. Если ты сама считаешь, что деньги заработать невозможно, сложно, нереально, большие деньги – это только везение, богатые родители, только связи, только нужно с кем-то спать, трахаться там или еще что-то, кому-то делать – это уже ограничение. Понимаешь? То есть это уже некие ограничения. Или чтобы денег много иметь, нужно экономить, накапливать, копить, во всем все ограничивать, не делать себе маникюр, откладывать деньги. Нужно по поводу денег ужиматься, экономить. Просто задавай себе вопрос, а какая женщина тогда притягивает таких мужчин, которые так мыслят? Точно таких же, у которых точно такие же ограничения по поводу денег, у которых точно такие же ограничения по поводу экономии. Женщина, которая экономит на себе, каких она мужчин привлекает. И я не говорю, что нужно тратить последние деньги на себя или перестать быть разумной в плане денег, да, там, тратить налево-направо, не вдумываясь. Я говорю сейчас про другую крайность, про страхи и зажимы. Да, ты можешь выбрать небогатую, так сказать, жизнь, не стремиться к большим деньгам, я не знаю, миллионам. Но при этом можешь сказать, да, я знаю, что миллионы реально зарабатывать. Я это понимаю, я знаю и восхищаюсь такими людьми, которые выбрали такой путь, например, да, у которых это получается. Но я выбрала путь вот такой путь, да, вот такого уровня достатка мне нормально. Это не про страхи, это не про ограничения, это не про нищебродство. Но когда зависть, да, вот богатым, и это сейчас про деньги, критика богатых, или там все богатые мужчины изменщики, все богатые мужчины бабники, тираны, это уже про ограничения. И это не является фактом. Если тебе встретились три богатых мужчина бабника, это не значит, что все мужчины богатые, например, такие. Окей? Поэтому третий пункт, это финансовые ограничения. И с другой стороны, ты можешь сказать, яросав, а я наоборот, я успешно в карьере, а мой муж не успешен, значит, твое видео неправильное. Я же в карьере успешно, я же много зарабатываю, а муж мало. И если бы это было все правильно, тогда бы муж тоже много зарабатывает. Нет, муж зарабатывает мало не потому, что ты много зарабатываешь, а потому что еще есть другие пункты, почему так происходит. И я сейчас не пытаюсь себя в этом винить. То есть это не значит, что если у тебя есть какой-то пункт, значит, зеркальный пункт, тогда будет точно у мужчины. Нет, важна системность. системное развитие тебя как личности как женщины они какие-то выдернутые пункты из контекста следующий пункт это нытье нытье ныть жаловаться питаться негативной энергией туда же входят новости телевидение до обсасывания каких-то новостей обсуждений или там лазание по интернету быть там в курсе всех новостей это все про нытье жалобы и негатив если ты ноешь и жалуешься не удивляйся что ты притягиваешь таких мужчин и более твой могу сказать что если ночь и жалуешься в сумму молча про себя это тоже нытье и жалобы я больше скажу что все мы но и не жалуемся если по-честному просто есть люди которые прям откровенно это делают вслух прям не стесняются в комментариях они ноют и жалуются я уже предвижу сколько здесь под этим видео будет нытья если тебе что-то не нравится уходи не слушай эту песню не нравится видео не смотри не нравится мужчина уйди не нравится работа устройство на другую не нравится бизнес создать другой не нравится жить в стране поедет другую страну но это же сложно блин легче ныть и жаловаться если ноешь и жалуешься по поводу чего-то не удивляйся что притягиваешь соответствующих мужчин которые также ноют и жалуются еще одно ограничение оно как бы не очевидное вот давайте представим те девушки которые говорят нормальных мужчин еще щенками разобрали все в нормальные мужчины они уже давно женаты или мне уже 40 а 40-летний мужчина они все уже давно женаты они уже со своими женами свели гнездышка то есть например она девушка говорит про такое ограничение стоит ли удивляться что она будет притягивать мужчин с другими ограничениями она у нее как бы ограничение по поводу мужчин но ты она будет притягивать мужчину которых другие будут ограничения но также важные например в деньгах например в бизнесе например в карьере она горит мужчин нет там их разобрали он бы гореть я уже деньги все заработаны масоны уже все деньги по загребали себе уже все понимаешь но она не будет понимать а почему так ее ограничение будет выражаться в его ограничение в чем-то другом и важно просто не не удивляться потом да и не а почему так потому что мы получаем ровно то чему мы соответствуем из этого вытекающий пункт такое слово как ответственность ответственность что это такое это кажется это сказал сделал да я сказал что прибью полочку я ее прибью я сказала что приду в 10 утра на встречу значит я пришла в 10 утра я ответственная это тоже про ответственность но если копной глубже что такое ответственность ответственность это про то что знаешь вот я бы вот например те не устраивает что-то в деньгах в мужчинах в отношениях давайте задам вопрос а кто в этом виноват или более экологичный вопрос это а кто это в твоей жизни создал окей у тебя нет денег окей у тебя не очень мужчина окей ты при мужчины какие-то слабые не хотят серьезных отношений окей а кто это в твоей жизни создает просто ответь на вопрос кто и как только у тебя всплывают какие-то ответы кроме я еще какие-то ответы президент курс доллара курс евро бывший родители и так далее это что значит это про безответственность за происходящее собственной жизни это значит не я автор жизни в моей жизни то что то происходит это жизнь со мной случается как вы думаете какие мужчины будет приходить ее жизни и вдумайтесь при этом она может быть даже успешно в карьере или в бизнесе но при этом она может говорить да что это вот мужчины перевелись это не я притягиваю переведенных мужчин не я намазана чем-то до что я их притягиваю нищебродов а это они сами то есть это о чем говорит о безответственности то есть ты не принимаешь тот факт то что происходит создаешь ты каких мужчин ты будешь притягивать сейчас я включаю ошу сейчас я включаю экстрасенса и тебе говорю не не тебе а этой девушке к ты ответственно это я понимаю я сейчас говорю про безответственных каких она привлекает мужчин таких же безответственных но они могут быть безответственны нет не ровно в этой же сфере а могут быть безответственны в плане денег, в плане финансовой обеспеченности, в плане какой-то верности, в плане разных важных аспектов жизни, важных сфер жизни. Понимаете? И это один из пунктов – ответственность. Задавай себе правильные вопросы насчет этого, и тебе будут проясняться другие правильные ответы, которые тебе непонятны в психологии мужчины. Следующий пункт – нежелание развиваться. Тренинги – это развод, эти тренеры – это все развод, психология – это все развод. Вот этот на видео, Ярослав, это шарлатан, разводчик и вообще он мне не нравится – это все развод. Развитие – это развод, инвестиции в себя – это развод, заплатить за тренинг – это развод. В дорогом ресторане поесть – это развод, можно дома приготовить дешево. Прическу сделать в салоне – это развод, можно самой причесаться. Каких мужчин она притягивает? Как вы думаете, какого мнения нищеброды про развитие? Говорит, да я и так все знаю, я и так все умею, это все развод, это все шарлатаны. Вы видели таких мужчин? Как они преуспевают? Они так же мыслят. Тут суть даже не в тренингах, а в инвестициях в себя, в самообразование – это развод. Все развод, везде обман, ресторанный обман. Жена к нему подходит и говорит, дорогой, а дай мне на салон красоты. Он говорит, дорогая, иди ко мне. Он ее ложит вот так на плечик и говорит, ты у меня и так красивая. Зачем тебе салон красоты? Говорит, дай мне на абонемент. Говорит, зайка, ты у меня и так мисс. Ты помнишь, была у меня 15 лет назад мисс университет. Ты помнишь? Вот дома у нас же есть гантельки. Занимайся дома. И она, о, любит меня. О, любит меня. Говорит, что я и так красивая. Это тоже нищебродство. Вот вы любите в комментариях писать. Ярослав, так 90% мужчин в стране нищебродов. Так все живут в бедности, чтобы всем быть богатыми или на всех нормальных мужчин не хватит. Это про что мы сейчас речь ведем? Опять же, про ограничения. Во-первых, мои видео не смотрят все. Во-вторых, я не общаюсь со всеми. В-третьих, я понимаю, что это статистику. Я также вырос в нищебродстве. Мои родители прожили жизнь в нищебродстве. Так что, я себе задал вопрос. Я видел, так, есть путь 90% и есть путь 10%. Я начал анализировать, а что общего у этой толпы людей в мышлении, в действиях, в образовании? И что у более успешных людей? И я себе задал вопрос, а я какую жизнь хочу прожить? Я выбрал тот путь. И ты имеешь в виду выбрать тот путь, который ты хочешь. Да, он сложней. Да, там придется пахать. Да, там больше ошибок, там сложно, там нужно нести ответственность. А здесь легче. Но здесь свои минусы и есть свои плюсы. Я это прекрасно понимаю. Если вы думаете, что я этого не понимаю, я это понимаю. Но я учитель, наставник, проводник для тех, кто хотят большего в жизни. Для тех, кто не готовы соглашаться на меньшее. Я не для тех, сейчас говорю, что для кого-то, чтобы в чем-то переубедить. Моя задача для тех, кто открыт, показать в жизни большее. Через что я проходил, через что я прохожу и буду проходить. Потому что для меня одна из важных ценностей в жизни – это постоянное развитие, постоянное самосовершенствование, регулярное. В этом я вижу один из смыслов своей жизни и передачу этого смысла также вам. Если это видео было полезно для вас, прямо сейчас ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И также поделитесь в комментариях, какие еще признаки женского нищебродства вы знаете. Если вы узнали, может быть, знакомых подружек, перешлите им это видео. Но я же в видео говорю, что это не про них. И до встречи в следующих видео. Пока.